Кукольный балет под музыку Чайковского. Щелкунчика без слов впервые поставили на сцене Театра Кукол Челябинского. И сегодня в нашей студии мы поговорим с артистами Театра Кукол, Еленой Блажеевой и Александром Малышевым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Адис Дмитриевичу можно представить еще одних актеров, потому что Театр Кукол без них невозможен. Это тоже наши два актера. Это Мышиный Король и, собственно, сам бенефициар мероприятия Щелкунчика. Щелкунчика. Доброе вам утро. Здравствуйте. А они могут с нами поздороваться? Это же балет. Как артисты балета, они могут просто сделать немножко головой. Вот так вот. Ага, то есть вы вообще исключили все разговоры, правильно я понимаю? Не мы исключили. Наверное, Петр Ильич начал, это первый. То есть он начал, да? Да. Он первый начал. Ясно. Ну да, действительно, во сколько любят общаться? А как вы? Только движением будете общаться? Или там все-таки есть какие-то диалоги? Есть диалоги. Диалоги в записи. Мари говорит с Дроссельмейром, говорит со Щелкунчиком, чтобы кое-что было чуть-чуть конкретизировано и понятно. Понятно. Ну, тем более для детей. Да. А могут они вот чуть-чуть подвигаться с нами, поговорить? Пожить. Пожить среди нас. Да, у него замечательный. Вот, у тебя тоже Щелкунчик это есть? Конечно. У меня ножки двигаются. Это очень удобные. Собственно, даже в большом балете взрослым тоже ножки должны двигаться. И у нас тоже это происходит. И тянуть носочек. Расскажите, пожалуйста, конкретно у этих кукол премьера, или они уже полвека на сцене и были в вашем театре, и жили ранее? Ну, судя по тому, что они еще в приличном виде, то у них премьера, да. На видео. Они очень новые. И когда же случится ваша премьера? Я так понимаю, она еще не произошла? Нет. Какого числа? 23 декабря, 15 часов, первый спектакль у нас. А это для совсем маленьких? Или вот какая возрастная категория? Кого вы ждете в первую очередь? Тех, кто верит в сказку. А это, наверное, от нуля до плюс бесконечности. И к тому же просто послушать потрясающую музыку и увидеть нечто. А как это балет кукол? Расскажите, пожалуйста, что еще двигается на сцене? Может быть, декорации? Все двигается. Предметы, все, что окружает Мария в ее доме. И это и посуда, и подушки, и кастрюли, и игрушки, все. Оживает все. Даже у нас недвигающиеся артисты, и они тоже работают. Я имею в виду себя, я ни разу не танцевала здесь. Даже стены движутся. Расскажите, пожалуйста, Елена, а сам сценарий и история Щелкунчика, она не изменилась? Режиссер внес некоторые коррективы. Вообще история начинается с того, что Мари уже взрослая девушка. Ей не 5-7 лет. И она вспоминает вот эту свою детскую новогоднюю историю, когда когда-то в этом предновогоднем волшебстве вот случилась эта история. Она как будто возвращается назад в детство. А в конце снова вот это настоящее время, рядом с ней уже ее принц. А вам, как артистам, насколько легко было вжиться в роль? Она ведь без слов, она абсолютно пластическая, я так понимаю. Но это ведь не отменяет характеристика каждого персонажа. Кто-то добрый, кто-то злой, кто-то хитрый, кто-то быстрый, медленный. Это нужно было же все учесть, и при этом у вас нет слов, которыми вы могли бы что-то объяснить. Насколько просто или что-то, может быть, было сложное вот в такой конкретной работе? Я думаю, что сама пластика кукол, которая сделана, характер, не все с характером, как мы видим. Это мы хотим поблагодарить наших художников, которые работали вдвоем. Николая Бабушкина и Андрея Ефимова, Екатеринбургских наших друзей. Собственно, вот они придумали таких замечательных характерных персонажей. Я думаю, когда даже поворот головы маленький или там ручкой, и уже создается характер и образ. Чувствуется, насколько он отвратительный сразу, да? А вот, ну вот, не очень симпатичный, ну на самом деле, я смотрю на щелкунчика, да, вот он аж удивился, что я его назвал очень симпатичным. Как убедить, что он добрый? Ну, посмотрите, глаза на выкоде, зубы вот такие вот. Как вы будете убеждать нас, что он добрый? Когда он бесстрашно борется с этим огромным мышиным войском, побеждает его, поднимая всю свою армию вот этих вот кастрюль, тарелок, игрушек, подушек и всего-всего. И когда у нас счастливый конец, и когда он превращается в прекрасную страну. То есть все там, ну, и плюс музыка, наверное, не остается. А у нас все-таки есть один вопрос, точнее у вас есть один вопрос к нашим зрителям. Дело в том, что для вас, дорогие зрители, у нас есть вот такой подарок. Это билет на тот самый спектакль, про который мы только что говорили, премьера которого еще не состоялась. Но вы можете посетить его 14 января будущего уже года вдвоем. Но для этого нужно ответить на вопрос, который для вас приготовили наши гости. Какой же вопрос будет? На что нужно отвечать? Расскажи, Снегурочка. А мы хотим спросить, знают ли наши зрители, когда в Челябинском театре «Кукол» состоялся первый спектакль? В каком году был открыт театр? Открылся первый театральный сезон. Итак, внимание, вопрос. В каком году в театре «Кукол» случился первый театральный сезон? Какой год был вашим первым? И те, кто правильно ответит на вопрос, что сделают? Получат приглашение на «Щелкунчика» на 14 января 2017 года. Звоните нам по телефону 263-13-28 после 8 часов и выигрываете это приглашение. Ну а вам мы желаем ни пуха, ни пера по традиции перед премьерой. Удачи желать вроде как не стоит пока. Мы держим за вас кулачки, пусть у вас все случится. И большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. Друзья, ну а дальше у нас, естественно, по плану, как всегда, новости.